всем привет меня зовут татьяна и вы находитесь на моем творческом канале сегодня у меня видео покупках покупках июня месяца возможно видео выйдет чуть позже потому что есть некоторые вещи которые куплены на подарок и светить их раньше времени я бы не хотела в принципе у меня сделана одна большая покупка в группе вконтакте у аннушки кое-что приехала с алиэкспресс что уже довольно таки длительное время назад было заказано и соответственно что-то было на подарки но давайте наверно начну с подарочков которые я приобрела значит приобрела два наборчика один вот такой вот от фирмы алиса хомячок мне он кажется очень очаровательным у меня такой есть и я купила еще один на такой подарок все животные отряда грызунов ассоциируются с богатством и выбрала я этого хомячка не просто так он золотистого цвета желтый цвет это тоже признак золота и богатства и я надеюсь человек который получит в подарок этот набор обретет стабильное финансовое благополучие и всем будет у него хорошо следующий наборчик тоже был куплен с помыслом это вот такой вот наборчик фирмы панна благополучия в доме данный набор тоже куплен с определенным умыслом чтобы в доме было все хорошо и пришло тепло уют любовь и чтобы это никогда из дома не уходило можно было бы вышить и подарить самостоятельно это но я думаю что человек все равно с определенными мыслями вкладывает свою энергетику и я купила этим два набора на подарки чтобы человек сам вложил эту энергию и что действительно было все хорошо еще один такой знаковый подарок это осенний сюжет фирма speed тоже куплены суммы суммыслом здесь опять же золотые оттенки это осень золото до цвет золота это богатство и осенний урожай это полна чаша в доме до чтобы стол наполнялся и никогда не пустел от изобилия различных явств то есть вот такие вот подарочки были куплены с умыслом еще на подарок я купила вот такую вот книжку это мастер-класс на дому деревня из бисера на самом деле издательство этой книги датируется довольно таки старым периодом человечек кому это предназначено увлекается рукоделием пробует различные виды и техники я подумала почему бы не попробовать и этот сюжет тем более что создание деревьев они украшают дом и это такая китайская японская традиция когда дома выращивают бонсаи маленькие миниатюрные деревья и это можно было бы сделать своими руками используя бисер бисера я знаю у рукоделец всегда в изобилии поэтому тоже купила такую книжечку на подарок также я купила но уже буду говорить что купила для себя для использования для две гелевые ручки в цвете золота они мне понадобились закончился у меня акриловый гель лак сейчас будут активные у меня покрасочные работы дорабатывающие и соответственно покрытием лаком соответственно купила вот такую акриловую краску художественную профессиональная серия фирмы брауберг покупала в своем магазине по скидке мне нравится эта краска и вот такой же аквалор производитель лак акриловый глянцевый для художественных работ он прозрачный в общем срок годности у него всего год но он у меня будет использован также у себя в рукодельном магазине купила вот такую молнию 40 чуть больше 45 по моему сантиметров по тайную буду делать подушку из старой своей работы которая оформлялась в баннер сейчас она не актуальна мне как баннер но безумно эта работа нравится и я буду переделать ее на подушку поэтому купила молнию было фикс прайсе купила шесть вот таких вот штук но это вот охладители для того чтобы заморозить бросить и довести какой-то продукт питания до нужного места или приложить например к травме какой-нибудь но я купила шесть таких штук и они разные внутри виды их арбузик киви и апельсин для того чтобы играть с ребенком развивать интеллектуальный навык с координацией мне подсказали очень хорошее упражнение чтобы делать это на столе так как руками это больно делать достучать вот на вот эти штуки это очень мягко и не ребенку будет нравиться по две штучки каждая показываю три чтобы не заправлять стол также фикс прайсе купила на подарочек вот такой вот очаровательный блокнотик так как готовлю подарок к дню рождения то мороженое сладости это всегда праздник решил чтобы было тоже символично того туда кстати но теперь поехали алиэкспресс мои любимые кабошоны продолжаю заказывается алиэкспресс периодически кабошоны как когда возникают какие-то идеи пакет в котором они приехали порвался поэтому переложила чего-то другого пакетик не помню вот такие рыбы они оказались крупнее чем я думала поэтому остаются ждать лучших времен покупались для конкретного проекта но оказались очень крупными мне это собственно нужно было одна рыбка на по одной рыбке они не продаются здесь цвета желтый сиреневый оранжевый и красный каждый штук по 5 вот 20 до 20 рубеж заказала вот такие вот цветочки разных оттенков микс здесь каких-то больше каких-то меньшие голубенькие беленькие желтенькие розовенькие зелененькие в общем понадобились мне вот такие все я анализирую какой мне по размеру кабошончик лучше подойдет или цветочек в общем они все разных диаметров разных исполнений расцветок в общем всегда сгодится заказала дальше мне пошли кабошоны виде игрушек мне нужны были такие кабошоны есть уже определенные мысли вот такие вот белые мишки с бантиками все они одинаковые в упаковке 10 штук мишки . такие же но в коричневом исполнении тоже с бантиками и тоже их по 10 штук но не такие сантиметра по 3 высоту в общем ну может быть два с половиной такие не очень мелкие пожалуйста мой ноготь фактически даже чуть больше моего ногтя вот таких мишек заказала тоже коричневые игрушки далеко и все вот такие вот очаровательные мишки тоже 10 штук в упаковке были еще зайчики вот такие зайчики но розовенькие в общем тоже 10 штук ссылки к сожалению оставить я не смогу что заказывал еще на старом сайте сейчас сайт переехал и они стали эти ссылки не актуальны поэтому уже извините меня пожалуйста ссылок данном случае не будет когда буду заказывать с нового сайта буду оставлять ссылки но еще с aliexpress купила два брелка вот таких дома очаровательных зайчишки мальчишку и девчонки девчонок они могут быть как брелками так и игрушками это уже на усмотрение того кто хочет приобрести ну и далее у нас покупка которая была сделана в группе вконтакте у аннушки традиционно в конвертике аннушка присылает нам бобинку в виде огрызка яблока я на этих бобинках теперь перематываю ленты конечно сколько у меня нет но бобинок много еще надо и всегда в качестве подарка она кладет какой-нибудь деревянный кабошончик в этот раз это вот такая вот очаровательная уточка мне она очень тоже нравится красивая спасибо за подарочек аннушки но и поехали в данном случае у аннушки я заказывала исключительно ее продукцию купить прикупила вот такого очаровательного кота с табличкой понять и простить купила для того чтобы сделать в подарок одному человеку точно знаю кому точно знаю с какой целью и я думаю что это будет мой не плановый проект который я сделаю в этом году обязательно сделаю в общем буду стараться потому что очень необходимо набор называется метрофан артикул 207 это изделие которое делается у аннушки набор входят ниточки и диверийная основа обзор буду делать когда соберусь вышивать а вышивать планирую очень скоро следующие количестве двух штук заказала наборчик артикул 213 федот или z13 z13 наверно федот да с аббревиатурой на работе дохнут кони ну а я бессмертной пони точно знают уже кому хочу сделать подарок и одну наверно себе на рабочий стол потому что да я себя ощущаю таким неким бессмертным пони смотрите торчит заготовочка хорошего качества у аннушки не помню по моему что то я брала у нее заготовок и вышивала до брала валентина валентина вышивала точно в количестве двух штук взяла арт 10 с табличкой и я люблю свою работу но лошадка здесь конечно уже такая замученная явно с таким нервным тиком тоже взяла на подарки вышить конкретным людям но это такое знаете как используем такое сленгое слово как стек да то есть такая в качестве шутки но как вы понимаете в любой шутки есть доля правды поэтому люди которым это предназначается они однозначно оценивать эти подарки люди с юмором и с удовольствием поставили себя на работе и еще два набора тоже в количестве двух штук это димон артикул z04 я устал начинательный такой пес который лежит выдохшийся тоже взяла на подарки можно было бы конечно все взять по одной и разработать таблички прицепить их к фигурке и вышить фигурку на пластике но здесь нет я решила что я хочу уже по готовой деревянные заготовки это классно это стильно дойдет как мужчине так и женщине в общем это даже не обсуждается вот поэтому тоже знаю для кого кому в общем такие миниатюрки которые можно было бы делать в подарок это и быстро и не собственно можно подарить вот вот такой вот у меня арсенал покупок подарков которые у меня случились в месяце все я пытаюсь себя уговорить на то что я больше не буду покупать потому что пополняются запасы с астрономической прогрессия вышла к сожалению я с такой скоростью не успеваю но миниатюры они как правило расходятся гораздо быстрее нежели большие работы поэтому пока вот так еще идут у меня посылки с алиэкспресс я думаю что они будут долго идти там срок доставки что-то порядка два месяца остается месяц и наверное где-то уже находясь в отпуске мне придется приезжать получать эти заказы потому что там нужны очень для меня вещи идут в основном они связаны с моим младшим сыном для того чтобы с ним заниматься и активно готовить его течение ближайших двух лет к школе и восполнять те пробелы которые у нас к сожалению есть для меня это стало открытием что есть теперь детские сады и позиция воспитателей то что только детьми нужно играть и присматривать за ним сами существует исключительно для этого теперь им для меня понятно почему дети приходят абсолютно с неразвитой моторикой и не поспевают за программой для того чтобы более-менее каллиграфически писать потому что мою бытность и даже во время когда у меня учился старший сын в детском саду просто была тьма различных поделок было очень хорошая шикарнейшее развитие моторики это лепка это штриховка это различные другие работы связанные с моторикой рук это вырезание дети приходили к первому классу готовы способны вырезать я помню что со старшим но он очень любил лепили пить поэтому мы дома лепили много вот с точки зрения вырезать штриховать ему это настолько в изобилии было в детском саду чтобы мы этого дома не делали мы занимались другими вещами какие-то логические игры что-то вот такое вот интересное развивающие и пометая то что садик эту определенную нагрузку на себя как бы всегда брал я тоже со своим сыном занималась вот какими-то такими другими вещами и для меня стало открытием что моторика абсолютно отсутствует ну вот колебка вот потому что лепили с ним и ножницы он вообще держать не умеет то есть сейчас будет такая ударная работа и летом я буду исполнять те пробелы которые я думала что отрабатываются в детских садах но к сожалению руководство детского сада сказала нет 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 садики теперь не занимаются садики только присмотр и игры все это очень печально вот поэтому да к сожалению этот год у меня новое место работы достаточно трудный потому что новое место привыкание узнала о том что спустя определенное количество времени что ребенка столько проблемы начала заниматься данным вопросом проходить комиссию в общем выяснять те моменты где у нас плохо оказалось очень много где это все теперь ложится на мои плечи потому что никто ничего ничего детском саду менять не хочет сейчас июнь заканчивается дежурный сад и там совершенно все по-другому что меня очень радует плюс на следующий год мы слава богу не детский сад и там пойдет другая работа ударная волна логопеда будет на общем такие моменты и для мам которые рукодельничают вышивают обязательно проверяйте наличие наличие того что делаю детском садике вывешенные работы к сожалению не показатель то есть я в один из дней просто пришла пораньше и увидела что педагог вырезает все дети только клеют но это не развитие мелкомоторики извините в пять лет поэтому не запускайте чтобы для вас не оказалось этим это трагичным из трех лет обязательно отдавайте в какой-нибудь вид спорта ну может быть не с трех а с четырех с пяти потому что именно с приходом в спортивную секцию у нас многие проблемы которые вот они нарисовались ввиду вот этих всех моментов стали уходить тоже на задний план ну то есть это такая совокупная работа поэтому рукоделье у нас оно конечно должно быть но оставляйте правильно приоритеты чтобы жизнь ваших детей была значительно легче все мои дорогие на этом видео буду заканчивать пишите комментарии если есть вопросы задавайте вопросы вопросы ваши я с удовольствием отвечу на них подписывайтесь буду рада новым зрителям друзьям общению ссылки на мои другие площадки где я восполняю сейчас все то что сделано за это время на ю тубе будут в описании то есть другие площадки на случай если проходите подписывайтесь вступайте в группы давайте будем ближе в эти непростые времена творчество рукоделия должно однозначно только сближать дарить позитив дарить теплые отношения чем будет больше добра тем будет больше мира в душе и на земле все мои дорогие на этом буду заканчивать всем желаю с хорошим настроением успехов в вашем творчестве и прощаюсь с вами до следующего видео всем пока